Характер нашего народа, семь раз отмерь, один раз отрежь, Господь терпел и нам велел, но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников, это русский мужик долго запрягает. Ну, дальше, уверен, зритель знает. Не знаю, знают ли зрители, но я тут, знаете, тоже несколько пословиц нашла. Ума палата, да ключ потерян. Язык мой враг мой, прежде умар ищет, беды ищет. Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Ну, мы тоже, знаете ли, читать поговорки умеем. Игорь Александрович Яковенко, я вас приветствую. Екатерина Валерьевна, здравствуйте, рад вас видеть. Это взаимно. Игорь Александрович, ну что, в очередной раз как-то пытались, я так понимаю, нарисовать красную линию, но почему-то вышла снова коричневая. Знаете, я когда смотрела на вот эти вот, как линии менялись в течение там последних трех лет, это очень интересно, то можно увидеть следующую градацию, знаете. Значит, подвигать НАТО границам России нельзя. Ладно, НАТО подвигать границам можно, вооружать Украину нельзя. Вооружать Украину можно, но бить по приграничным российским селам нельзя. По селам можно, по Белгороду нельзя. Бить по городам России можно, но входить на территорию нельзя. Ладно, входить можно, но вглубь территории России бить нельзя. Вглубь территории России можно, но только дронами, ракетами нельзя. Ракетами можно, главное не давать и ядерку. Ну, как-то хорошо СВО идет, главное по плану, я так понимаю. Ну да, в общем, на самом деле красный, Путин рисует постоянно эти красные линии, они почему-то все растворяются. Путин снова рисует, грозит. Но сейчас у него основная угроза – это Орешник. То есть он просто весь уже в Орешнике застрял и оттуда не вылезает. То есть на самом деле у него постоянно. Он тут в Астане тоже начал рассказывать всем про Орешник, о том, как он сейчас, как даст им. Ну, это вообще, конечно, патология сплошная. То есть человек уже, ну, у него фиксация. У него фиксация – это уже какая-то мания, так сказать. Я не знаю, такое ощущение, что у человека просто другой темы нет. Он об этом все время говорит и радуется, как, ну, действительно, носится с этим, как дурень с писаной торбой. Раз уж мы пошли по таким вот народным поговоркам, ну, это действительно выглядит очень забавно. В Астане ли? Вот в чем вопрос. Потому что, говорят, сейчас все метаданные, видео и фото, которые были сделаны с Путиным после ОДКБ, сейчас активно подтирают для того, чтобы никто не понял, что они были записаны намного раньше. Ну, и, кстати, про боеголовку. Тут же тоже хочется процитировать, опять же таки, Путина. Что касается этой, использованной нами ракеты, то в качестве поражающих элементов были использованы соответствующие элементы. Они тоже являются поражающими элементами. Я уже говорил, что это достаточно мощные элементы. Мощные поражающие элементы, которые поразили, чтобы поразить всех паразитов. Ну, получается, как бы, почему-то об этом орешнике никто никогда не слышал. Вдруг его использовали, и теперь этим орешникам весь интернет пестрит. Каждый пытается, знаете, один поперед одного лезть, поперед батькой в пеклу, как говорят в Украине. Ну, собственно, очень поражающие элементы там есть. Вот вы слышали что-то про те поражающие элементы, которые поразили всех на территории России? Ну, на самом деле, там действительно, это какая-то эпидемия, вот такая вот, какая-то орешниковая эпидемия. Потому что один там из глава целой депутатской фракции в Государственной Думе прибежал в майке с этим самым, с орешником, с изображением Путина. Вот, и там с надписью «Крепкий орешник». Другой начал рассказывать о том, что, значит, надо обязательно этот день назвать днем орешника и так далее. То есть, ну, это какая-то патология. Действительно уже, вы знаете, тут как-то даже шутить невозможно, потому что сами сообщения, они являются просто сатирой на самих себя. Вот, то есть, ну, я не знаю, видимо, видимо, все-таки очень хочется какого-то чуда. И вот в качестве этого чуда вы выдумали вот эту вот глупость, эту ракету, которая на самом деле, ну, это ракета средней дальности. Ракета, которая предназначена для несения ядерного заряда. Без ядерного заряда она, в общем, довольно бессмысленна, как говорят все эксперты. Что касается поражающих элементов, которыми была оснащена эта экспериментальная ракета, то это просто болванки, которые, так сказать, никого кроме, ну, да, они очень больно ударили по земле. Конечно, жалко украинскую землю, она, в общем, так сказать, не для этого предназначена. Ну, вот эти металлические болванки, которыми была оснащена эта экспериментальная ракета, вот они ударили по ней. Естественно, ничего страшного не произошло. Как известно, Южмаш практически не пострадал. Так что, ну, да, это экспериментальный пуск, обычная история. Ну, зачем надо было экспериментировать, опять-таки, на территории Украины, совершенно непонятно. С таким же успехом могли бы где-то у себя там в Сибири ударить. Примерно с таким же боевым результатом. Смысла использовать эту ракету в войне против Украины нет абсолютно никакого. Поэтому, ну, и кроме всего прочего, поскольку все-таки это изделие экспериментальное, то вряд ли его есть большое количество. Таких ракет вряд ли много. Поэтому смысла вообще во всей этой истерике Орешниковой не существует от слова совсем. Ну, в данном случае, я считаю, что это неплохо. Пускай, пускай тешится, пускай, так сказать, заходится в этом ажиотаже. — Знаете, история с Орешником, я так понимаю, понравилась всем, ну, я имею в виду в Государственной Думе, тем, кто будет выпускать водку с названием Орешник, те, кто там в календаре, это обязательно отметят красненьким. А единственное, кому не очень понравилась эта история, это российский рубль. Потому что вот он как раз на эти удары среагировал с точностью наоборот. Удовлетворен Песков. Путин тоже говорит, что вот доллар как-то растет контролируемо. Ну и, собственно, постоянная история, что чем больше рублей дают за доллар, тем же лучше, потому что тратить в итоге будут больше. — Ну да, вы помните, как он на пальцах рассказывал, что слабый рубль — это очень здорово, потому что мы же получаем в долларах, а вам зарплату платим в рублях, и поэтому чем больше мы получаем в долларах, больше будем выдавать вам дешевых рублей. И то, что в результате вы на эти дешевые рубли можете меньше купить товаров, это уже никого не волнует. То есть, ну, обычное надувательство. Причем Путин об этом рассказывает совершенно открыто, что они страшно довольны тем, что теперь население будет жить гораздо хуже. Им легче будет вот этими дешевыми пустыми рублями заполнять бюджет. Ну, такая вот откровенность. Он об этом откровенно совершенно рассказывает, что их действительно устраивает падение рубля. — Причем, я так понимаю, очень. Единственное, что не устраивает, я так понимаю, это Набиулину. Но мы уже не первый раз говорим о том, что по факту это чуть ли не единственный человек в России, который держит эту экономику на плаву. Ну, и, собственно, в свою очередь она когда-то пыталась уволиться из Центробанка, но Путин не дал ей вольную, ну, и Набиулина там осталась. 25 ноября Центробанк начал выдавать банкам рублевые кредиты, чтобы те покупали государственные облигации Минфина, которые тот покрывает дефициты казны, потому что в федеральном бюджете образовалась дыра на 3,3 триллиона. Мы три года говорим о том, что, ну, нельзя постоянно надувать экономику России, и в какой-то момент она не выдержит. Вот эти вот дыра в 3,3 триллиона, она как бы еще выдержит? Думаю, что да. Ну, вы совершенно справедливо сказали, что, конечно, из числа наиболее, так сказать, серьезных врагов Украины, это, конечно, Набиулина, потому что если бы не она, то, скорее всего, экономика России оказалась бы в гораздо более сложном положении, и, возможно, уже и не смогла бы держать эту войну. Но, в принципе, я думаю, что вообще вот когда многие украинские и зарубежные аналитики пытаются вглядываться в экономику России или в население России, пытаясь там найти Кащееву иглу, пытаясь там разглядеть перспективы завершения войны, я думаю, что мы с вами не туда начинаем смотреть. Я не думаю, что война, это, Путин прекратит войну, и вообще война прекратится из-за каких-то проблем с экономикой России. Дело в том, что здесь все это устроено таким образом, что да, действительно, будет очень сильно ухудшаться уровень жизни населения. Но в отличие от нормальных стран, где резкое падение уровня жизни населения вызывает обязательно, вот такой вот уровень падения жизни населения вызывает смену правительства. В России так все устроено совсем не так. В России гигантская внутренняя армия, которая по своему потенциалу и по численности, ну, примерно такая же, как оккупационная армия, которая воюет в Украине, она гарантированно раздавит любой протест. Гарантированно. Ну, и кроме всего прочего, за 24 года путинского правления настолько тщательно и радикально защищено политическое поле, что, в общем-то, организовывать протест некому, возглавить его некому. Те, кто потенциально хоть как-то мог это сделать, либо убиты, как там тот же самый Немцов, Навальный, вот, либо находятся в тюрьме, либо находятся в эмиграции. То есть, на самом деле, какие-то зачатки протеста раздавлены, заасфальтировано все, и поэтому никаких шансов от конвертации какого-то ухудшения уровня жизни людей в протест не существует. Так что, я абсолютно убежден, что Кащеева игла путинского режима, она находится на поле боя. Вот на поле боя. И единственная сегодня настоящая оппозиция Путину это вооруженные силы Украины. Другой просто нет. Знаете, Игорь Александрович, мы с вами тут уже как бы не первый раз разговариваем, и постоянно мы сводим к тому, что, в принципе, ну там, что может стать той точкой, которая перевернет, или же будет точкой невозврата в этой войне. И мы всегда говорили с вами о Крыме, о том, что вот возвращение Крыма в Украину, это может стать причиной повала режима в России. Но сейчас, знаете, как-то все чаще, я, не знаю, может это моя какая-то мыльная бульбашка, но вот в этот момент мне кажется, ну там, я слышу о том, что использование России тактического ядерного оружия будет той точкой, которая поставит точку на России. По вашему мнению, вот дойдет ли до этого Путин? Вот действительно ли он настолько может сдвинуть скатушек, чтобы поставить вот эту жирную точку на всей территории России, на себе, направлении, на всем, что было до? Я по-прежнему думаю, что нет. И это тот случай, когда я бы очень не хотел ошибиться, потому что вот когда я прогнозирую, что война, к сожалению, так сказать, не закончится ни в этом, ни в следующем году, и может быть и дальше будет продолжаться, здесь я очень хотел бы ошибиться. А вот что касается применения ядерного оружия, я думаю, что нет, и здесь я ошибиться бы не хотел, потому что, конечно, мы все очень хотим завершения войны, но не очень здорово, если она будет завершена таким образом. То есть ядерный апокалипсис, конечно, поставит точку на судьбе Путина, но это слишком дорогая цена, как мне кажется, для того, чтобы его ничтожная жизнь, это не та цена, которую хотелось бы, то есть вот ядерный апокалипсис, это не та цена, которую стоит заплатить за его ничтожную жизнь. Я думаю, что нет, он все-таки очень дорожит жизнью. Слушайте, такие меры безопасности, вот эти длинные столы километровые, вот эта бесконечная попытка продлить свою жизнь, заказ целым институтом разрабатывать эликсир бессмертия и так далее, то есть это все на самом деле свидетельствует о том, что он очень-очень хочет жить, и хочет жить долго, если можно, то вечно. И в этой ситуации устраивать себе вот это ядерное харакири, думаю, что нет. Поэтому, скорее всего, вот это то, на что он пойти не сможет. Грозить, да, бесконечно. Это ядерный шантаж, это святое дело, 24 часа, 7 дней в неделю, либо он, либо его халуи постоянно трясут ядерным оружием, шантажируют и так далее. Но это только угроза. Я практически уверен, что это не будет реализовано. Ну, видите, у них две функции. Одни угрожают, другие предупреждают и говорят, покайтесь и примите это. Давайте с последнего начнем. Вот очередной раз Кирилл вышел с текстом и говорит, ну, надо принять то, что конец света, он как бы вот такой может быть. Погнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Врат рога человеческого пытается посеять смятению и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества. Ибо человеком, лишенным душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет. И всегда нуждается во внешней опоре. А внешняя опора является нередко фактором манипулирования извне. Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Ну что, вот как-то так получается. Будет судить все народы, мы готовы, мы не боимся. Ну вот, это что за подготовка? Вы знаете, вот этот вот персонаж, так сказать, стукачий, значит, реальный, действующий офицер КГБ, господин Бундяев, он ведь безбожник, на самом деле. Это неверующий человек. Вот, я, так сказать, человек тоже неверующий, но в отличие от него я не прикрываюсь с вот этой рясой и всей этой гадостью. КГБ, это безбожник, который на самом деле вот просто дурит голову, просто откровенно дурит голову людям. Говорит о том, что, значит, они не боятся там ничего. Они прекрасно понимают, что Путин ни при каких обстоятельствах не будет рисковать своей поганой жизнью. Поэтому они спокойно говорят вот такие вот вещи. Значит, задача, на самом деле, заключается в том, чтобы паству свою гнать на смерть. То есть, на самом деле, вот все это воинствующее безбожие, которое несет в себе вот эта вот тоталитарная секта под названием РПЦ, она заключается в том, чтобы воспитать в людях путь смерти. Вы должны не бояться смерти, Вы должны любить смерть, Вы должны рожать как можно больше детей для того, чтобы они умирали за Путина, за его безумные идеи. Значит, великолепная, самая лучшая смерть – это смерть на поле боя и так далее. То есть, вот этот вот культ смерти, который сейчас они, так сказать, формируют в населении, ну, это, по сути дела, сатанизм. Это тот же самый сатанизм, это тоталитарная сатанистская секта под названием РПЦ. Никакого отношения к христианству, к православию, все это не имеет. Так что вот это особый, особый вид государственной религии, которая на самом деле является тоталитарной сектой. Но при этом, он же, получается, ту же Симоньян, ну, вот сделал такие пальчиком, ну, 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 потому что это же она занимается, с этим аллергизмом, вот этим повышением ставок и постоянными угрозами по поводу того, что, ну, мы же можем, вот это мир в труху, как говорит Соловьев и так далее. Люди подходят на улицах, естественно, мы все узнаваемые же люди, и спрашивают, что, когда это все кончится, чем это кончится. Я два с половиной года отвечаю одно и то же. Я не знаю, когда это кончится, но я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетным ультиматумом. Опять-таки, я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать. Пока они, я имею в виду Америку, Европу, не испугаются по-настоящему получить это все у себя, почувствовать это на своей шкуре, они не остановятся. Почему они не остановятся? Потому что у них нет причин останавливаться. Ну и почему они, собственно, должны бояться? И что они должны бояться? Вот этого вот, вот этой вот шика, вот этой вот непонятной демонстрации? Ну и вот как бы, кто такая задняя постоянно? Почему о ней постоянно говорит Симоньян? Я не могу понять. У нее фиксация на этом. У нее на этом фиксация. Там вот это... Я видел, видел все это, так сказать, полностью, вот это вот ее безумие. Там она постоянно, она постоянно рассуждает. Ну вот Путин же не даст заднюю. Мы же знаем, ну всякий, кто видел Путина, знает, что Путин никогда не даст заднюю. Они дадут заднюю. То есть вот это ее рассуждение про заднюю, постоянное, это действительно вызывает какие-то странные ощущения, что у человека что-то не все в порядке. Ну и уровень вообще... Понимаете, вот это существо, которое говорит, что мы не знаем, когда все это закончится, потому что они не остановятся, зачем им останавливаться и так далее. Совершенно бессмерт. Это вот уровень аналитики, который на федеральных каналах существует. Вот эта вот дама, которая на самом деле, скорее всего, по-хорошему-то нельзя было бы доверить приготовлению пищи, вот она выступает в качестве аналитика. Это действительно вершина, вершина всего. Причем она же не просто выступает в качестве аналитика, она еще и организует многомиллиардный телеканал. Так что вот это особенность. Ну такой вот отрицательный отбор приводит к тому, что во главе оказываются вот такие вот Маргарита Симонин. Вы знаете, когда Путин поехал в Казахстан на встречу ОДКБ, они же там собирались тоже как-то обсуждать применение далеко ракет дальнего радиуса действия по территории России и Украины. Ну и, собственно, я думала, что, возможно, Путин обратится к ОДКБ и скажет, нам нужна ваша помощь, давайте будем нас защищать. Вы же видите, что делает ТАТ и так далее. Но почему-то я этого не услышала. Дело в том, что ОДКБ – это фикция. Нет никакого ОДКБ, как военного союза. Отсутствие какого-то военного союза в виде ОДКБ доказано многократно. Ну, это доказано было в ситуации войны между Арменией и Азербайджаном. Я сейчас совершенно категорически не хочу вдаваться в вопросы кто прав, кто виноват. Понятно, что там, так сказать, есть серьезные аргументы из той и с другой стороны. Понятно, что Азербайджан, так сказать, в данном случае с международной правовой точки зрения прав. Там есть своя правда у Армении. Но в любом случае, это шла война между одной страной, которая являлась членом ОДКБ, и другой страной, которая таковой не являлась. Так вот, то, что ни одна страна члену ОДКБ не пришла на помощь Армении, доказательство того, что никакого ОДКБ не существует. И сейчас, ну, с точки зрения, вообще с точки зрения военного союза, ну, как, украинские войска находятся на территории России. Значит, по идее, Путин был бы, ну, наверное, с точки зрения, так сказать, военного блока, имел бы возможность обратиться за помощью. При этом он использует северокорейские войска, то есть вообще с другого конца света. Мы хорошо знаем, что на стороне российского агрессора воюют кубинцы, воюют йеменцы, ну, и 10 тысяч солдат северокорейской армии воюют. Но к своим союзникам по военному блоку он не обращается. А причина очень простая. Он понимает прекрасно, что ни одна страна УДКБ не придет ему на помощь. Ну, просто потому, что нет никакого военного союза. Это вот яркое доказательство того, что УДКБ – это Потемкинская деревня. Что это, ну, я бы сказал, просто такой вот конструкт фиктивный, мифический, который служит для того, чтобы тешить путинское самолюбие, что вот у него есть какие-то союзники военные. Их нет. Есть Северная Корея, которая за деньги посылает, за большие деньги посылает своих солдат. Просто, ну, как в свое время, там, я не знаю, немецкие княжества посылали, ланскнехтов сдавали в аренду за деньги. Зарабатывали на этом деле. Вот. Есть вот такое, так сказать. Но никаких реальных военных союзников, конечно, у Путина нет. И УДКБ – это, конечно, абсолютная фикция. И вообще, так сказать, ну, единственное просто, это страны, которые находятся недалеко от путинской России, и просто из опасения, потому что, ну, такой вот опасный сосед рядом, а из опасения не хотят с ним портить отношения. И поэтому, ну, вот делают вид, что они являются военными союзниками. Каковыми, на самом деле, они не являются. И это, ну, вот доказано и войной Армении с Азербайджаном, и особенно доказано сейчас, когда вот Путин даже не обратился, даже не обратился за помощью. Хотя очевидно совершенно, что он нуждается, остро нуждается в пушечном мясе. Но это пушечное мясо он предпочитает покупать где угодно, только не в странах ОДКБ. Еще одно событие этого дня, это начавшееся на этой неделе стремительное наступление повстанцев на севере Сирии, и отчасти стало возможным благодаря тому, что Россия сократила свое военное присутствие в стране, перебросив в Африку бывших бойцов ЧВК Вагнер. И по некоторым данным, Башар Асад уже прилетел в Москву. Собственно, тоже с какой целью, ставим тут знак вопроса. Что касается, опять-таки, я понимаю, что нельзя сравнивать войну России с Украиной, потому что это полномасштабная война. Но, тем не менее, на этом же фоне события в Сирии, на этом же фоне события в Грузии. Ну и, собственно, и к одним, и ко вторым Путин имеет отношение. Влияют ли эти события на то, как будет проходить война в Украине? Ну и, собственно, будет ли Путин делать какие-то шаги, чтобы удержать Сирию и Грузию? Вы знаете, я думаю, что есть обратная связь. Все-таки главное событие, главное событие, основное, базовое, это война в Украине. И вот она оказывает воздействие на события в Сирии. То есть причинно-следственная связь здесь именно такая. Потому что именно потому, что Путин вынужден был убрать, прежде всего, свои ВКС, они ему крайне нужны для уничтожения, для ударов по украинским городам. Именно поэтому повстанцы в Сирии получили такую возможность и на самом деле теснят правительственные войска. Просто на самом деле режим Асада, это, ну, в какой-то степени тоже фикция, потому что он держится за счет, прежде всего, поддержки России, поддержки Путина, ну и поддержки Ирана. Но за счет только поддержки Ирана ему держаться сложно. Поэтому, собственно говоря, как только Путин убрал свои войска и, прежде всего, ВКС убрал из Сирии, тут же режим Асада начал трещать по швам. Сейчас он держится только благодаря иранской поддержке. Так что здесь как раз связь между войной в Украине и событиями в Сирии однозначная. Но причинно-следственная связь именно такая, что причина война в Украине и необходимость Путина, так сказать, убирать войска из Сирии, а результат следствия это вот успехи повстанцев. Что касается Грузии, то здесь тоже причинно-следственная связь очевидна, потому что на самом деле, так сказать, для того, чтобы решить проблему вот этого марионеточного, прямо скажем, режима Иванишвили, для этого, конечно, сейчас очень понадобились бы, так сказать, российские войска, но их тоже неоткуда взять, и поэтому режим Иванишвили сейчас отбивается сам как может. Ну там ситуация зашла уже до такой стадии, что уже точка невозврата пройдена, потому что на самом деле этот режим, ну на самом деле там очень получается такая историческая рифма, то, что делает грузинская мечта, это точное абсолютно повторение того, что было с режимом Януковича в 2013 году. Точно таким же образом весь народ за вступление в Евросоюз, ну а вот этот так сказать, гуляйтер путинский против. Здесь то же самое заявление о том, что они отказываются вступление в Евросоюз, значит, которое это безусловно вызвало возмущение, вызвало протест всего народа во главе с президентом Грузии. Здесь единственное очень существенное различие между Украиной и Грузией заключается в том, что у Украины к тому времени была накоплена такая вот политическая мускулатура, которая воплотилась в Майдане. И совсем другая ситуация с точки зрения организации протеста. То есть здесь уже были и серьезная оппозиция, здесь уже были и организаторы довольно сильные. То, почему в Грузии ничего этого нет, это тема отдельного разговора и, откровенно говоря, почему грузинское общество не в состоянии конвертировать вот тот огромный потенциал стремления в Европу, не в состоянии конвертировать в какую-то политическую силу, которая может все это организовать. Но это отдельный вопрос. Откровенно говоря, я не от одного грузинского эксперта исчерпывающего ответа не получил. Но это, к сожалению, факт. Но в то же время очевидно, что такое вот состояние, когда народ хочет одного, практически 80% по опросам грузинского общества хотят, граждан Грузии хотят в Европу. А значит политическая власть купленная Иванишвили, она так сказать ведет в противоположном направлении. И поддержка Украины в Грузии тотально. Так что я думаю, что в таком состоянии долго существовать Грузия не сможет. Какое будет дальнейшее развитие событий, я, естественно, не знаю. Но империя, вот в чем на самом деле, что общее между событиями в Сирии и событиями в Грузии. Общее то, что вот эта вот империя путинская, она по краям начинает обваливаться. Потому что очевидно совершенно, что и режим Асада это, так сказать, ну какая-то часть периферии путинской империи. И тот режим, который существует за счет вот этой грузинской мечты, это тоже какая-то периферия влияния путинской империи. И он начинает сыпаться, начинает трещать по краям. А причина одна. Причина то, что все силы этой империи уходят на войну против Украины. Поэтому война с Украиной это центральное событие, которое порождает вот все эти проблемы. Порождает вот этот обвал империи по краям. Ну, там уже, да, говорили о том, что в Сирии увидели флаги Украины. Собственно, получается, что мы их вдохновили на этот протест и на то, чтобы начать двигаться в этом направлении, насколько я понимаю. Я когда говорила с грузинами и спрашивала, почему они ничего не делают, да, ну, мирные протесты мирными протестами, но мы же понимаем, что это не приведет ни к чему по факту, потому что грузинская власть ей, в принципе, все равно протестуйте и протестуйте. Ну, вот сейчас они там разгоняют протестовальников, но, в принципе, как бы по факту они никак не реагируют на их требования. То, что было и в 13-м году в Украине, почему, собственно, Януковичу пришлось покинуть территорию Украины. Но, когда я говорю с грузинами, говорю, почему вы там каких-то, не знаю, не идете на какие-то крайние меры, понимая, что это ваше будущее, они говорят, мы там опасаемся того, что все равно Путин там пришлет какие-то войска для того, чтобы этот протест придушить. Поэтому и вопрос, как бы сможет ли Путин дать часть своих войск, не знаю, там, в Сирию или в Грузию для того, чтобы эти протесты или эти конфликты утихомиривать? Я думаю, что это маловероятно, потому что, на самом деле, ну, реально, слушайте, если человек уже пытается нанять северокорейских наемников, ну, вряд ли значительную часть своих войск, тем более, что в Сирии нужны самолеты, в Сирии нужны ракеты, в Сирии нужны бомбы, в Сирии нужны не просто солдаты, то есть там нужны ВКС, а ВКС сейчас крайне необходимы в Украине. Так что, что касается вторжения в Грузию, то пока, по крайней мере, угрозы этого вторжения достаточно. Дальше посмотрим, но в любом случае то, что у Путина нет запасной оккупационной армии для того, чтобы осуществлять агрессию где-то в другом месте, помимо Украины, для меня это очевидно. Так что, скорее всего, вся эта империя будет сыпаться и дальше. И, ну да, сегодня вот он может приехать, так сказать, и, ну, как-то его будут, его пока воспринимают в Центральной Азии так достаточно уважительно, ну, псевдоуважительно, делают вид, что уважают, просто потому, что пока еще он в силе. Но дальше, чем больше будет он увязать в этой войне в Украине, тем в большей степени он будет терять влияние на других территориях. Так что, вообще, в целом, у меня есть твердое убеждение, что вот эта война против Украины, это война, после которой, в результате которой, в результате которой, Российская империя прекратит свое существование. вот так же, как, собственно говоря, большинство империй прекращали свое существование после войн. Австро-Венгерская империя, Турецкая империя и другие, то есть, они все в той или иной степени прекращали свое существование после войн, после того, как терпели сокрушительное поражение. Но, опять же, мы говорим о том, что несколько факторов должны совпасть вместе, да, то есть, это вот это, вот эти протесты в Сирии, в Грузии, война в Украине и то, что Украина не дает, не уступает Путину. Вот эти вот проблемы с российским рублем, ну, я понимаю, что не сегодня, завтра можно включить станок и напечатать столько, сколько нужно, но, тем не менее, российский рубль, который начал ползти вниз, какие еще факторы должны совпасть, чтобы все это объединилось в одно финальное, не очень приятную массу для Путина. Вы знаете, я думаю, что есть главное событие, это тяжелое военное поражение. Все остальное производное, потому что самое главное, это ослабление силовой структуры, потому что путинская империя держится на страхе, она держится на насилии. есть гигантские центробежные тенденции, которые дремлют в недрах, в клетках, в порах путинской империи, ну, собственно, российской империи, так было всегда. Эта империя искусственное образование, она завоевана, она слеплена силой, слеплена силой и страхом, и как только сила ослабляется, как только страх ослабляется, начинается развал. Так было в 1917 году, в 1917 году, так было в 1991 году, тут же начинались мощнейшие центробежные тенденции, и начинался распад России. То есть, как только силовые структуры будут ослаблены, это может произойти только в результате тяжелого военного поражения. Поэтому базовое событие это военное поражение. Когда оно произойдет? Ну, здесь, в этом тумане войны, разглядеть ее конец довольно сложно. Но, в любом случае, очевидно, что это произойдет, потому что, ну, во-первых, все-таки, несмотря на то, что сейчас не самые веселые времена, и приход Трампа, безусловно, является фактором достаточно неоднозначным для, так сказать, для того, чтобы можно было получать серьезную поддержку для Украины. Но, в любом случае, я думаю, что в конечном итоге мы все понимаем, что кончится это дело поражением России. Россия, в принципе, не может победить Украину, просто потому, что украинцам отступать некуда. так что тяжелое военное поражение это неизбежность. Ну, а после этого исход только один, это гибель этой империи, ее распад. Игорь Александрович, вы сказали про страх, ну, и тут про страх и Путин несколько слов говорил не так давно. Я позднее узнал, что она боится собак. Ну, так бывает, насколько я помню, она рассказала, что я в детстве укусила собаку. Ну, так бывает, такая психологическая травма. И я, когда узнал об этом, я извинился перед ней. Я сказал, ангел, извини, я не знал об этом. Вот она с настойчивостью достойной лучшего применения, видите, в книжке еще об этом написала. Честно говоря, странно, для меня неожиданно. Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации. Я еще раз к ней обращаюсь и говорю, ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения, если ты еще вдруг когда-нибудь, я понимаю, что это маловероятно сегодня, вдруг когда-нибудь приедешь, ни в коем случае не буду этого делать. За год до встречи Путин дарит Меркель плюшевого пса, плюшевую собачку, а потом, понимая, что она боится, а потом как бы ее лицом к лицу страхом сводит. Ну, собственно, к чему, почему Путин сейчас вспомнила Меркель? Зачем? Для чего? Вы знаете, конечно, конечно, были в истории человечества злодеи, патологические злодеи, огромные злодеи, такие, как Гитлер, например, такие, как Сталин, там, Калигула в древности, Иван Грозный, Но вот такого мелочного, гадкого, подлого, мстительного, лживого и лицемерного мелкого мерзавца трудно представить себе и надо же угораздило, чтобы он оказался во главе большой страны. Потому что Путин прекрасно знал, что она боится собак. Путин прекрасно знал. Ну, слушайте, у каждого человека есть какие-то особенности. Вот Меркель боится собак. Почему? Путин это прекрасно знал, это было известно. Он хорошо знал, что она боится собак. И вот он специально привел свою собаку, причем Меркель отреагировала на это сразу, скованно. Она даже не слушала его в момент, когда собака присутствовала, это кони присутствовала в комнате. Она даже не слушала его. Это было видно, это очевидно совершенно было, что человеку некомфортно, она не может вести разговор, потому что она просто панически боится. И Путин, несмотря на это, он сначала взял собаку за ошейник, увел ее куда-то, значит, она при этом сказала, это все хорошо известно, это все задокументировано, есть видео, она при этом сказала, что вот она теперь пошла есть журналистов, ну, отшутилась, попыталась отшутиться. после этого Путин опять привел собаку в помещение, где находилась Меркель, ну, просто, просто откровенно издевался. То есть, на самом деле, это мелкий, мелкий садист, мелкий садист и извращенец. Точно так же в присутствии Меркель, он постоянно рассказывал какие-то скабрезные анекдоты, ну, абсолютно непристойные. и Меркель, в общем-то, явно, так сказать, с трудом вообще все это выдерживала. Ну, так нормальные люди себя не ведут. То есть, откровенно говоря, откровенно издевался. Это очень характерно. Он чувствовал, что человек от него психологически зависит и пытался просто вот как мелкий домашний тиран, мелкий садист издеваться над человеком. Это, ну, просто отвратительно. Там понятно, что мы сейчас после того, что там завершение канцлерства Меркеля, оно не самое симпатичное. Ее многие во многих вещах обвиняют, но в данном случае, конечно, человека было просто жалко, когда все это с ней, когда Путин над ней так издевался. Это очень характерная психологическая черта этого человека. Крайне мелкого. Это же действительно надо же было угораздить, вляпаться. Игорь Александрович, спасибо вам за этот разговор. Екатерина Валерьевна, хороших вам выходных и слава Украине. Героям нашим слава и смерть тим клятым врагам нашим. Дякую всім, хто цю годину проведу в нашей компании, за ваши подобные комментарии, которые вы оставите под этим в видео. Робьте так и надалее. Ну и, конечно, бережьте себя. Побачим с вами па-па. Па-па. Продолжение следует...